всем доброго времени суток девчонки меня зовут лена кто не знает и я рада приветствовать вас на своем канале youtube канал назван кристина шик в честь моей дочери для тех кто впервые сюда зашел и я снимаю видео о second hand и сейчас только натуральные ткани вещи которые я собирала в течение даже уже двух недель будут представлены вашему вниманию и не хочу вас там и друзья мои хочу сразу показать вот эту восхитительную блузу стопроцентный шок ярко алого даже бордового оттенка камера к сожалению не сильно передает цвет она немного темнеет чем сейчас вы видите ее видео длинный рукав на манжете с пуговкой и великолепнейшее тиснение выдавленных роз это огромные массивные цветы по всей блузе рукав довольно широкий размер указан l по замерам где-то полу ах обхват вот здесь 57 сантиметров по этой блузки и одну блузу естественно в показе я вам показывать сейчас не буду я уже придумала образ к этой блузки естественно тоже вещи из натуральных тканей к этой блузе я нашла вот такую юбку в клетку 6 невероятно красивая потому что есть много разнообразие цветов здесь собрано и что облегчит нам создавать образ с этой юбкой посмотрите здесь прекрасно будет сочетаться и белая блуза и фуксийная и ярко-красная которую подготовила я лубка где-то 48 размер я сейчас в примерке ее покажу бренд сприт и по размерам здесь и 8 и 12 и 38 и 40 и 42 но даже не знаю что вам сказать на самом деле по моим бедрам она садится великолепно кому нужны мои замеры знаете что все можете у меня спросить в комментариях и я с радостью вам ответить у меня же есть две вещи для того чтобы вам показать первый образ но чего-то все-таки мне в нем не хватало не какого-то переходного мостика этим переходным мостиком стал вот такой черный жилет с ярким розовым кантом это размер l бренд лари ливайн 60 процентов ран ткань составляет ран это искусственный шелк который манит своей гладкостью и легкостью ткани она невероятно нежно тонкая и и хочется щупать и прижимать к себе ну и посмотрим как же все таки эти три вещи получились в одном комплекте сейчас вы можете рассмотреть блузу более детально на мне она на меня конечно немного велика удлиненная и здесь девчонки видно что юбка идет как наискосок немного один угол длиннее другой короче когда ее просто смотришь в обзоре это кажется что она ровная но когда вот надевая что видно что один угол все-таки длиннее идет и напоминаю все вещи которые вы сейчас видите на мне можно найти на моем сайте шаха ссылка на который внизу под видео в описании или же в instagram подписывайтесь чтобы видеть первыми новинки первыми приобретать хорошие качественные недорогие вещи цены у меня приемлемы всех жду на своем канале и на своих магазинчиках и девочки вы только что видели вот эту сумку вместе с моим нарядом и хочу у вас просить совета сумка тиснение очень модная и трендовая сейчас напоминает кожу крокодила но я до сих пор не могу понять реальная или настоящая это кожа или не настоящая мне очень интересно это у меня клад или все-таки не клад а хорошая поделка и хороший кожзам у сумки вот такое вдоль молния идет вдоль всей сумки хотя не начала этой молнии нет ни конца этой молнии тоже нет она просто аккуратно спрятана вот эти зажимчики из кожзам отличные ручки абсолютно нету никаких потертости потрепышей у края у канта есть еле заметная еле видимая вот такая потертость но это если вот уже я прям сильно сильно показываю на камеру тогда это видно есть боковой карман есть большое отделение на одно отделение и есть карман внутри сумки для мобильного телефона вот что по бренду вот такой бренд марина есть сумки оригинальные именно я смотрела но без буквы и что означает эта буква и и натуральная лето сумка я хочу спросить все-таки у вас друзья у вас много знаний и хочу чтобы вы поделились со мной это натуральная сумка или нет единственное что я вот здесь на одной ручке на месте и и склеивание вычинку выделку я там вижу я все равно не могу понять натуральная это кожа или ненатуральная запаха кожи у нее кстати нету и из предпоследнего видео я показывала белый кардиган из полиэстера и он натолкнул меня на то что с белым кардиганом будут смотреться шикарно вещи и я нашла такой замечательный белый кардиган у которого в составе есть 15 процентов альпаки альпака это невероятно теплая шерсть даже 5 процентов такой шерсти уже будут вас согревать холодной зимой и вы будете безумно счастливы от такой вещи если она будет у вас гардеробе поверьте это такая прелесть вот этот белый кардиган он удлинен по бокам есть разрезы он больше напоминает такое полупальто ниже колена и делает вас такой женственной невесомой и белый цвет конечно не каждая девушка женщина позволит себе одевать на каждый день но это по-настоящему нарядно и празднично вниз под кардиган я нашла вот такую блузу 95 процентов райн это та же искусственная ткань сделана под шелк искусственное волокно вискозы и она невероятная у нее нашиты всякие рубчики наверх как сборочки разной текстуры как комбинированная рукава идут одной текстуры к линиями вставками и на спине и внизу как рюш такой иногда это кажется что это вам много но иногда этого очень даже хочется какого-то необычного образа чтобы вас было заметно и ваша вещь была индивидуально не такой как у всех размер указан xs и и Субтитры создавал DimaTorzok Дальше мне просто невероятно повезло. На этой неделе я нашла еще один кардиган, у которого состав просто волшебный. Здесь, девочки, 55% шелка, 40% шерсти и 5% кашемира. Плюс этот кардиган идет с градиентом. У него такой переход от светлого к темному. Он невероятно тонкий, у него нет ни единого каточка. Это 16 размер, то есть он не маленький. Если белый кардиган был S, и я с трудом на себя его на M натягивала, то этот очень свободный и подойдет, я знаю, многим. Есть у него еще вот такой маленький миниатюрный тонкий пояс сзади. Это уже по желанию. Хотите его носите, хотите, нет. Его можно легко убрать и убрать даже вот эти маленькие петельки, на котором он держится. Ну и есть еще немножко вот такой подворотик на краешке. Здесь как встрочена широкая полоса, и она от тонкости ткани немножко подворачивается. Но ткань волшебная, она гладенькая, она такая элегантная. Понимает только тот, кто сможет его на себя примерить. И есть. шикарнейшая веселая футболка с такими мышатами это же мышата но по крайней мере для меня это мышата они играют на разных музыкальных инструментах есть надпись это европейский хлопок она довольно плотная размер девчонки указан тоже м к но это большая м к почему потому что здесь у нее полу охват 52 сантиметра не очень маленький рукав то есть она подойдет на женщину 50 50 даже второго возможного размера и она совершенно не просвечивает многие знаю ищут такие футболки а мне удалось ее найти на на дети и и хочу с обычными классическими мужскими брюками из 50 процентов в составе которых есть шерсть с карманами на защипах широкие и внизу я чуть-чуть подвернула стала я снимать эти классические черные брюки и сюда надела пуловер из мужского отдела с шотландскими ромбами трехцветной тематике то есть и темно-синий и красный и бежевый даже 4 еще такой нежно-голубо-серый какой-то оттенок у него присутствует и здесь девчонки 50 процентов шерсти мере носа вот его бренд размер элька я думаю что он как и на мужчине так и на женщине будет смотреться восхитительно манжеты резинка внизу все идеально чисто он практически новый если не учитывать того что он из секонд-хенд бирка нашивка какая-то на рукаве это темная синяя сумка которую вы только что видели она меня очаровала секонд-хенд хоть она и полиэстер в середине как прорезиненная ткань но я ее взяла почему потому что викуля моя часто ходит на кружок декора сумочка ей нужно для того чтобы туда положить краски окраски у маленького ребенка ну маленького 9 лет вики но все равно случается что они там могут перелиться испачкаться такая сумочка ей как раз кстати и она ей полюбилась ручки кстати абсолютно белая нету никаких дефектов и нюансов чем она меня и привлекла и плюс еще есть вот такая затяжка чем сумку она превращает такую сумку мешок вот это это круто итак девчонки я думаю что видео вам понравилось видео заслуживает лайк и вы мне его поставите правда и до новых видео очень осталось много за кадром не успеваю уходит очень быстро дневной свет в том-то и проблема что так часто не могу сейчас выпускать вам видео прихожу с работы уже темно я не могу снимать видео по вечерам есть для этого только выходные поэтому жду комментарий заходите на мой канал если что-то понравилось спрашивайте я всегда отвечу с радостью на ваши вопросы всем пока пока